Наверное, каждый автомобилист держал одновременно в руке и руль, и телефон. В ведомстве напомнили, что за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере полторы тысячи рублей. Знают ли об этом владельцы железного коня? Давайте спросим у водителей Ульяновска. Да, три тысячи. Правильно, полутора тысячи. А стоит ли его ужесточать, как вы считаете? Нет. Нет? Ну, наказывают, наверное. Зато наказывают. Ну, я честно говоря, ну, так, примерно так, может быть, это тысяча полторы, наверное, где-то. Валить. Пятьсот рублей. Пятьсот рублей. Ну, полторы тысячи сейчас. Да, полторы. Меня ни разу не штрафовали. Штраф какой? Да. Ну, за разговор по телефону, взявлено. Наверное, хороший. Ну, тысяча полторы сейчас штраф. Плохой штраф, да. Конечно, это небезопасно для других дорожных движений. Но от этого никуда не денешься, все равно люди пользуются телефонами. А вы знаете, какой штраф сейчас за разговор по телефону за рулем? Нет, к сожалению, не знаю. Наказания за использование гаджетов в скором времени могут ужесточить. За это выступают многие общественники и автомобилисты. Ведь разговор по мобильному, написание СМС или пролистывание соцсетей увеличивают шансы водителя попасть в аварию. В интернете можно найти множество видео, где автомобилисты погибают в прямом эфире. Напомним о трагическом ДТП в Москве, где девушка сбила трек детей на пешеходном переходе. Виновница заявила, не заметила людей, поскольку управляла машиной и одновременно сидела в телефоне. Ну, если, естественно, какие-то последствия есть, какой-то там, не знаю, ну, в аварию, например, попали или еще что-то, да, то, естественно, можно наказать по всей строгости. Если это привело, то, естественно, почему-то необратимым. Штраф, наверное, не поможет. Арест, скорее всего. Конечно, потому что даже эти, как вам сказать, водители, которые не имеют опыта, те же самые девушки, женщины за рулем, они часто ездят за рулем, и мало того, что они сами ездить не могут, а еще и телефоном пользуются. Конечно, стоит. Они же мне мешают. Даже обгоняюсь, видишь, что неадекватно ей пойдет, он с телефоном.